Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вот как эта тёлка выразила благодарность за то, что ты вытащил её из задницы Закрой рот Я ушла буквально на час Как это случилось? Я не знаю Говорю же, когда я уходила, Эва лежала в кровать Как обычно А когда я вернулась Бля Я же не знала Ты проверяла пульс? Ты... Её больше нет Как это случилось? Я не знаю Говорю же, когда я уходила, Эва лежала в кровать Как обычно А когда я вернулась... Бля Я же не знала Я... Не вини себя Твоей вины тут нет Я должна была Почувствовать, что что-то не так Ну не могла же ты сидеть с ней с утра до ночи безвылазно Ясно же, что она уже решилась на это Всё равно Нашла бы способ С ней надо что-то делать Да, мне проблемы не нужны Позвоню копам Перенесёшь её на кровать? Ну да Это, конечно, многое изменит Мне кажется, лучше её оставить, пока не приедет полиция Для них это просто ещё одна мёртвая шлюха Им похер Просто не хочу, чтобы она так жалко выглядела Да, у нас тут смерть от несчастного случая Нордсайд, Джексон-стрит Нет Опасности нет Это самоубийство Как завтра? Нет Сегодня Она умерла, вы не понимаете? Нет Траума Дим не констатировала её смерть Если бы у неё была страховка, я бы вам не звонила Если вы не поднимете свою задницу Я приду и разнесу ваш сраный участок к чёртовой матери Не хотите приехать, чтобы меня арестовать, а? Окей, мне похуй, что вы там про меня напишете Скоро приедут Предложили подержать её во льду до завтра Представляешь уровень наглости? Это Найт-Сити, детка Здесь отношения к тебе определяют по месту жительства Не надо было сюда приезжать Надо хоть одеть её А то она выглядит не как человек, а как тело Подожди снаружи, ладно? Ви, закрой дверь Пожалуйста Есть сигарета? Разве ты куришь? Давно уже бросила Просто мне сейчас нужно что-то, кроме воздуха Дай закурить, Ви Ладно, бери Это был её портсигар Хочешь, могу отдать Нет Раз он тебе нравится, оставь Я даже рада, что он оказался у тебя Чёрт, Эва Это я виноват Я думала, если оставить её в покое и дать время Она встанет на ноги Не знаю, что сказать Утешать у меня плохо получается Да что тут говорить Ты и так сделала для неё больше всех Но у меня были свои мотивы Ты же знаешь Важно, что ты ей помог Вернул возможность решать за себя Да, но я не думал, что она решит Вот так Помнишь, Фингерс говорил, что Эва была у него четыре дня Да, помню Вот О том сказал, что она исчезла из облаков За неделю до твоего прихода И это не выходило у меня из головы Понимаешь? Не сходится Я всё думала Куда могли подеваться ещё три дня Тогда я опять покопалась в её виртах И нашла Дубмана Он держал её у себя Насиловал Делал с ней такое, что... А когда ему надоело, он её продал Что Дубман с ней делал? Ты видела? Да И теперь хотела бы развидеть обратно Погоди, ты нашла ещё записи? Я стала пересматривать повреждённые Там, конечно, много помех Трудно что-то разобрать Но я всё равно в этом рылась В какой-то момент я нашла что-то вроде эха От нашей ссоры Когда мы виделись в последний раз Но она тогда не записывала Тогда почему это сохранилось, как вирт? Не имею ни малейшего понятия Может, она через какое-то время Переживала это воспоминание заново А может, имплант включался Когда её... Ну, вроде как, знаешь Форма защиты думать о прошлом вместо настоящего Чтоб не так больно То есть он не просто хитрожопая мразь, а ещё и моральный урод А выглядел нормальным Он хорошо маскируется Я ведь его знала А тоже не думала, что он настолько отмороженный И с этим пора что-то делать Например? Пока не знаю Позвоню с Юзи Спасибо, Вей Прости, мне надо немного побыть одной Я тебе позвоню Тебе точно ничего не нужно? Нет, но спасибо, что спросил Если что случится, я всегда на связи Привет, Джуди Как себя чувствуешь? Херова Но у меня появилась идея Рассказывай, что придумала Бар Лизис когда-то был борделем В какой-то момент тигриные когти убили там на одну девушку больше, чем люди могли стерпеть Поэтому мы взяли всё в свои руки И теперь это наш клуб Так вот, то же самое надо сделать и в облаках Ты уговорила Шельм захватить облака? Нет, я тебя хочу уговорить В облаках есть те, кто нам поможет Ты с нами? Ладно, сделаем это Е-е, круто Ну так, какой у нас план? Погоди, сначала надо поговорить с Майкой Моэдой Без неё можно даже не начинать что-то планировать Ты уверена, что эта Майка нас поддерживает? Если бы я была уверена, я бы ей просто позвонила А не уговаривала тебя помочь Давай по-другому Ты можешь гарантировать, что она нас выслушает, а не вышвырнет в окно? Да, конечно Ну это уже что-то А ты эту Майку хорошо знаешь? Даже слишком Когда к ней пойдём? Рано утром Облака будут закрыты Сможем поговорить без судей Насколько рано? До восьми Встретимся у входа Хотя нет Давай лучше на балконе над клубом Зайдём незаметно Никто не узнает, что мы там были Договорились На балконе Привет, Ви Спасибо, что пришёл Говорить с Майкой – это как играть в 3D-шахматы Не дай сбить себя с толку Я готов Идём Джуди Альварес Сказала бы, что рада тебя видеть, но я терпеть не могу лгать А ещё, как ты знаешь, я ненавижу незваных гостей Ага Я даже знаю, почему Мне казалось, после Шельм тебе падать уже некуда Но теперь вижу, что ты скатилась ещё ниже Ты дружишь с теми, кому здесь очень не рады Я о тебе говорю, Ви Я пришёл за инфой и получил её Я старался, чтобы никто из тех, кто встал у меня на пути, не закончил бы в пластиковом мешке Спасибо большое А что тебе надо на этот раз? Снова будешь мучить наших кукол? Начинаю думать, что ты только болтать и умеешь Какая жалкая попытка меня спровоцировать Что дальше? Угрозы? Мы пришли поговорить Выслушай предложение Джуди Или случится то, что тебе очень не понравится О, неужели я потеряю молодость, деньги и влияние? Поверь мне, что бы ни случилось Ты узнаешь об этом последней Хм Мы хотим вырвать облака у тигриных когтей Клубом должны владеть куклы Ну ладно Пошутили, посмеялись А теперь, думаю, пора прощаться Мы должны что-то сделать Иначе со всеми будет, как с Эвой Дубман насиловал её, пока она была без сознания А потом продал Как ненужный хлам Если вы перейдёте дорогу когтям Это ударит по всем куклам То есть, ты против? Я вроде бы ясно выразилась Давайте я сделаю вид, что вы не приходили По старой дружбе, Джуди Буквально через минуту охрана поймёт, что вы здесь У вас будет два варианта Или вы сами отсюда выйдете Или вас вышвырнут Это не угроза и не фигура речи Просто дружеское предупреждение С меня хватит Я ухожу Разумный выбор А чтоб ты не думала, будто я совсем отмахиваюсь Через пару минут Форест будет на техническом этаже Один Ты пойми, я тебе не враг А я не спрашивала твоего мнения Ты выбрала не ту сторону, Майка Позволь мне самой судить Мне кажется, она тупо боится Если что-то пойдёт не так, она потеряет работу Или вообще жизнь Поэтому лучше оставить всё как есть и не рыпаться Между вами что-то было? Давно Мне тогда просто было одиноко Как и всем в Найт-Сити Она тогда была совсем другой И я тоже Людям, которым важна только выгода, нельзя доверять Никогда не знаешь, что им покажется более выгодным Дружески похлопать тебя по плечу Или всадить нож в спину Да Полностью согласна Просто она Когда-то мне очень нравилась Я не сразу поняла, кто она на самом деле Но Какая бы ни была Без неё никак Блин А ведь я могла утром уехать поплавать Мне кажется, тебе сейчас не помешает отдохнуть Да и мне тоже Да, только это будет не совсем отдых У меня есть одна идея Я над ней работаю Но пока не уверена, что всё получится Ну да Я что-то не очень представляю Как ты валяешься на шезлонге И пьёшь коктейль через трубочку Если я лягу на шезлонг И начну думать, как всё могло бы быть А мне как раз этого и не хочется Погоди минуту Что сделаем с Дубманом? Так а Что ты сама хочешь сделать? Я хочу, чтобы кто-нибудь Разрядил прямо ему в рожу обойму А лучше две Кто-нибудь? Да И я хочу, чтобы это был ты Ты уверена, что он придёт? Ты же видел, Майка Неужели ты думаешь, что она стала бы его тут держать Если бы он не выполнял её приказ Лично я не понимаю, почему этот гандон ещё жив Так что, идём к нему? Конечно Время убивать Поехали на лифте Так будет быстрее Технический этаж Знаешь, кто хуже корпоратов? Суки, которые метят в корпораты Ты про Майка? Какая же мерзкая баба Но надо признать, она верно оценила ваши шансы в этом деле А вы тут, блядь, откуда взялись? Где Майка? Зачем она меня позвала? Эвелин умерла И ты пришёл мне об этом сказать? Как это, блядь, мило с твоей стороны? Вот тебе Поставь свечку Ты насиловал Эвелин, когда она была беззащитна Я мог бы свернуть ей шею и повесить голову вместо люстры Пока она бы не начала гнить А я её отвёз к Криперу Так что мне за это причиталось Она должна быть благодарна И вы тоже Ну так вот тебе моя блага... Я думала, что почувствую удовольствие, облегчение, всё... Нажимай первый этаж Хочу уже выбраться отсюда скорее Мне казалось, вот он и сдохнет, и мир станет лучше И чувство было такое, такое сильное Прибывшие на место силы подкрепления Отразили атаку кочевников и доставили... Ну так мир и стал лучше Одним махом мы спасли всех, кому этот выродок мог навредить Подумай об этом Они даже не узнают, что им что-то угрожало Надо вернуться к Майка с козырем в рукаве Что, взывать к её чувству справедливости не помогло? Майка убедит только конкретику Минуту назад мне казалось, что ты хочешь всё бросить Ви, я целыми днями обрабатываю вирты в подвале Какие шансы, что кто-нибудь придёт и отстрелит мне башку? Мизерные Как и сострадание Майка В отличие от тебя, я не привыкла подставляться Но это всё равно ещё не конец Знаешь, я тоже люблю конкретику А, то есть для тебя тоже главный расчёт Скольких ты положишь, сколько используешь патронов и сколько заработаешь Не всех кормит искусство и мечты о свободе Иногда приходится спускаться на землю Так что дальше? Надо подумать Нужно больше людей, это точно Я поговорю с куклами Позвоню тебе, как что-нибудь придумаю До скорого, Ви, и спасибо Привет, Ви, ну заходи Пицца остывает Мы как раз тебя ждём Садись Это Роксана Она работает в облаках дольше нас всех Привет Приятно познакомиться Наслышана о твоих подвигах в облаках До сих пор жалею, что у меня был выходной Доедай свою халявную пиццу и дельтуем отсюда, окей? Ты дружила с Эвелин? Да, я ей всё высказала, когда она вернулась в облака Мы думали, что у неё всё получилось, что она вырвалась Но в глубине души я была рада опять её увидеть Такой дурой себя чувствую Ты решила присоединиться, потому что хочешь отомстить за неё? Ну, это тоже Но вообще я просто хочу нормально работать Без страха и принуждения У тебя до сих пор тут воняет трупом И так всё время, да? В чём секрет? Ты, получается, передумала? Как быстро? Главное, я здесь, остальное не твоё дело Да расслабься Я не собирался с тобой спорить Ну, кто ж тебя знает? Джуди тебя убедила, остальное мне не важно Кстати, Форест сегодня не вышел на работу И вчера тоже Вот чёрт, интересно, почему? И больше не придёт Не делай вид, что не знаешь, почему Я понятия не имею Усвоит, окей? Вы там закончили здороваться или нет? Революция сама себя не совершит Я модифицировала поведенческий чип Он будет оснащать кукол системой мускульных рефлексов, которые... Короче, они смогут драться, как соло Потрясающе Работа над фальшивыми оргазмами Шельм не прошла даром Выйди, пожалуйста Здесь у меня никто не курит Ничего, проветришь Ладно, покурю в окно Выглядеть будет так, словно тело выполняет заученную серию движений Мы уже это протестили на Томе Импульсы чипа подавляют природные рефлексы То есть человек по-настоящему переживает что-то типа киберпсихоза Ну, примерно то же самое происходит и когда мы работаем с клиентами Ладно, покажи, как это работает Хоть кто-то это сказал Том Это я взяла из обучающего вирта про кунг-фу Неплохо, совсем неплохо Для базарного театра в Кабуке Прежде чем говорить серьезно, я хочу увидеть то, что может реально пригодиться Но ведь ты сама видела Я видела фокус Теперь покажите драку Среди нас есть эксперт по избиению людей Посмотрим, как Том справится с ним Ви Только не разнесите мне хату Я к ней привыкла Ну, подходи Что такое? Эй, ты меня слышишь? Что я умею-то? Вы видели? Окей, окей С этим разобрались Чип работает Давайте теперь к делу У вас есть элитный отряд из трех дуболомов и инженера Что дальше? Мы обезвреживаем всех охранников и тигринных когтей, каких встретим Обезоруживаем их и выводим на улицу Оп, и облака наши Боссам ставим ультиматум Мы отдаем им процент от выручки А они больше никогда не появляются в клубе И никак не участвуют в его управлении Так я и думала Безумный и наивный план Ты не видишь дальше одного хода вперед Если убить пару лбов из охраны, это ничего не решит Когти пришлют новых Надо убирать самого Хироми Сата Где нам найти этого Хироми? В мегабашне Эйч-8 У него пентхаус с панорамными окнами на последнем этаже Он оттуда почти не выходит Я найду способ вас туда провести Том и Рокси пойдут к Хироми? Нет, надо ударить с двух сторон одновременно Они займутся охранниками в облаках Массированная атака Неплохо Мне нравится этот план Майка, я так понимаю, ты с нами? Иначе я не тратила бы время на разговоры Ну как? Ви, Том, Рокси Согласны? Вы готовы к такому? Мне надо подумать Я еще никого в жизни не убивала А я готов, хоть сейчас Ви Ты что, реально хочешь согласиться? Мы же не будем рисковать жопой ради кучки каких-то шлюх Я с вами, Джуди Я же сразу сказал, что помогу Спасибо, Ви Оставьте благодарности на потом, окей? Плохо дело Я дам, Настя, заорганизую встречу с Хироми Мне нужно дня два Развлекайтесь, пока Майку, стой! Может, подвезешь? Только если будете ехать тихо А то опять голова разболелась Черт! Прикинь, мне страшно, Ви Кстати, насчет благодарности То, о чем я тебя прошу Такое обычное никто бесплатно не делает Я понимаю, ты хочешь помочь Но я готова заплатить твою полную ставку Это будет справедливо Джуди, ты серьезно? Что вообще за глупости? Стоп, стоп, стоп Ни слова Ви, все нормально? Ви, что с тобой такое? Все Все Мне уже лучше В чем дело, Ви? Ты чем-то болен? Помнишь налет, который заказала Эвелин? Мне надо было выкрасть биочип До конца жизни его не забуду, наверное Этот чип Короче говоря, на нем сознание Джонни Сильверхэнда И оно сейчас прописывается поверх моего Ты это серьезно? Уж куда серьезней Блять А с этим можно что-то сделать? Надеюсь на это Уже поздно, ты устал Можешь лечь на диване, если хочешь Да, спасибо большое Не за что, Ви Чувствуй себя как дома Думай быстрее, ходи уже давай Привет, Ви Ты готов? Ты уже выяснила, как идти к Хироме? У меня есть чертежи здания Так что все схвачено Ну, не совсем все Но до пентхауса доберемся Проще всего подняться с технического этажа Я знаю, где там проход Ну что, начинаем? Да, пора бы Сначала заходим мы, потом вы Идите прямо в облака Наконец-то движуха Осторожно Не нарвись на кого-нибудь Мне нужен приборный щиток С твоей стороны Можешь с ними разобраться? Эй! Встретимся у щитка А что потом? Идем на штурм? Том и Рокси должны быть уже в облаках Начинаем по знаку Майка Они разбираются с охранниками А ты с Хироми Но сперва тебе надо проникнуть в пентхаус Ладно, я пошел Тебе в лифт с другой стороны Береги себя Как обстановка? Мы внутри В облаках Кто на какой этаж? Я возьму на себя первый А дом пойдет наверх Мы готовы Жуди, я на крыше Прыгай вниз На балкон Только осторожно, ладно? Я надеялась, ты проберешься сюда по-тихому Я тоже Иди к камере наблюдения Перед комнатой охраны Иначе все быстро бы накрылось Всегда любил женщин Которые способны По достоинству Оценить чужие усилия Это милашка Как раз из таких Может, перейдем к делу? Почему их там трое? Не понимаю Что она хочет сделать? Вот наша цель Хироми Сато Кто эти двое? Они будут смотреть наше представление Это босс и Хироми Сегодня у них на глазах Он будет подыхать в луже собственной мочи Мы так не договаривались Посмотри на меня Видишь? Видишь это выражение Не удивление на моем лице Я знаю когтей Для них власть всегда связана с силой Мы будем говорить на их языке Майка? Я отключу их от Вирта И они будут недовольны Что их так грубо разбудили Мы должны сделать так Чтобы взамен Они получили зрелище не хуже Понятно? Майка Наш план не предусматривал свидетелей Это же демонстрация силы А любая демонстрация требует публики Я лучше всех знаю Как разыграть этот спектакль Поверь мне на слово Я уже все обдумала Много раз То есть ты хочешь заменить Хироми? Хм Даже если для этого придется вступить в тигринные когти? А ты знаешь какой-то другой способ защитить облака от других банд? Не нравится мне все это Поздно сомневаться Том и Рокси уже все сделали Ваша кукольная революция уже началась Или мы сейчас вместе выиграем джекпот Или потеряем все Делай как знаешь Она? Конечно не Паркер Эй Что происходит? Кто это? Это вестник последних дней Хироми Сато Он уже однажды подверг опасности клиентов облаков Он убил Освальда Фореста Теперь он вторгся в личные покои мистера Сато И это еще не все Посмотрите во что превратился наш клуб под руководством Хироми Что? Что за херня? Я долго смотрела как Хироми Сато совершает ошибку за ошибкой Но сегодня Сегодня мы все увидели что он стал бесполезен Ви Что она вытворяет? Облакам нужен новый менеджер Джуди Я правильно понял по этой пламенной речи А чего тебе не отвлекать? Она нас кинула Она нас кинула Она нас кинула Передо мной Если позволите Ну уж нет Мы должны были от них избавиться Останови это Я так понимаю Это ваши условия? Ви Надо их прикончить Мы для этого сюда и пришли Все Хватит уже болтать Давайте разберемся по старинке Больше я какого-то теперь не буду Ви Какого хера ты устроил? Ты хоть понимаешь, что теперь будет? Поверь мне, прекрасно понимаю Или ты больше никогда не появишься в облаках Или я прямо сейчас тебя прикончу Отличный план Ты только об одном забыл У меня тоже есть кукольный чип Однобиуматывай оттуда Выход на нижнем уровне апартамента Там рядом будет лифт Том и Рокси в безопасном месте За ними не гнались Ты... Ты ее убил? Господи, боже мой Ты ее убила Да, она сама на меня кинулась Как иначе-то? Это все только отговорки Можно было иначе Майка прекрасно понимала, что делает Она знала, как это все кончится Считала себя неприкосновенной Ну, в этом она ошиблась Я должна уложить это в голове и побыть Одна Увидимся еще Пока, Джуди Привет, Ви Как дела? Я думал, мы уж не встретимся После всего, что было Да не будь ты занудой, а? Не говори глупостей А что там у Шельм? Сходки, идеи Все как обычно, да? Не знаю Я с ними почти не пересекаюсь А че так? Да ничего нового Бесят они меня Вот и все Ничего не слышала про облака? Как у них там? Да ничего интересного Новые условия Все как-то пытаются адаптироваться В том числе и я То есть, пока не получается? Да нет, почему? Ты как будто загрустила Да нет Джуди Давай не будем про облака, про Шельм Про Росаку с Милитехом И про то, что мир катится в сраное говно Я не хочу сегодня думать о плохом Если можно Ладно Рассказывай теперь, что мы тут делаем Слушай, я последнее время много экспериментировала с виртами И придумала, как записывать дорожки двух актеров одновременно Хотела с тобой это протестировать Если ты не против Снимать вроде можно где угодно Зачем было ехать именно сюда? Это дом человека, которого я когда-то знала Теперь он стоит пустой Я тут иногда останавливаюсь То есть, мы будем писать в доме? Нет Мы будем писать под водой Я против Не соглашайся Пусть ищет другого подопытного кролика Ну как? Ты в игре? Конечно, в игре Супер Тогда пошли Все железо у меня здесь Окей Переодевайся, салага Давай установим тебе скроли Вода ядовитая Это не страшно? Для того нам и нужны костюмы Ты бы хоть сначала спросила, умею ли я плавать Не боишься, что я пойду на дно, как мешок с камнями? Может, пойдешь А может и нет Я готова рискнуть Классно смотришься в гидрокостюме Даже не пытайся Ну ладно, погнали Ледяная вода, жди меня! Ну все, мы готовы Сначала ты Не отплывай далеко И старайся погружаться медленно Все-таки, куда мы плывем? Куда-то на среднюю глубину Там темно, но течение не сильное Должно быть безопасно Хочешь точные координаты? Нет, не надо Просто буду держаться рядом Ну и отлично Как я понимаю, Вир, ты для тебя не просто способ срубить бабла Само собой Это же как, например, картины или песни Их пишут, чтобы вызывать эмоциональный отклик Ну для этого, в общем-то, и существует искусство Вот именно Искусство просто триггер для эмоций А брейнданс Это и есть сами эмоции Все, пришли Подплыви ближе и посмотри прямо на меня Супер Так, сигнал нормальный Теперь помоги мне еще кое-что проверить Надо настроить технику Сперва датчики движения и запись Поплавай вокруг меня Движение синхронизировано Давай, плыви назад ко мне Теперь проверим звук Я тебе напою песню, а ты скажешь название Слышишь меня? Я вроде нормально тебя слышу Надо, чтобы звук был идеальным Отплыви подальше Не знаю, что это за песня, но Слышу хорошо Звучит как-то так Ладно Синхронизацию мы закончили Все, с калибровкой закончили Что теперь? А теперь Я покажу тебе кое-что классное Приготовься Теперь держи крепко Не отпускай Не отпускай Круто Скажи Ого Просто охренеть Что это? Атлантида Наша Личная Этот город назывался Лагуна Бент Представляешь, еще 15 лет назад тут жили люди Тебя что-то связывает с этим местом? Угадал Я здесь выросла Не приезжала с тех пор, как Лагуна Бент перестала существовать А мне нравится Поплыли Я столько раз представляла, как возвращаюсь сюда У меня ушло много лет, чтобы на это решиться А чего раньше не приезжала? Хороший вопрос Я могла бы сказать, что у меня не было времени, техники, настроения Но вообще Сама идея оказалась мне странной Дайнер Фло Лучшая едальня в городе Она же единственная Бургеры были так себе Слишком жирные Конечно Это я теперь так говорю Тогда-то мне казалось, что ничего вкуснее в мире быть не может А рядом Там мы жили Соседняя дверь Я и дедушка с бабушкой Скажи, когда захочешь двигаться дальше Смотри, какая штука Похоже на старую фотокамеру DPI 350 Можно сказать раритет Это хорошо? Ты что? Офигенно Вот Возьми камеру Лучше пусть будет радовать тебя, чем зарастатилом Ого Спасибо А где твои родители? Своего отца я не знаю Мать умерла, когда я была совсем маленькой Я ее не помню Когда смотрю на ее фото Я вижу Чужого человека Джуди, Джуди Сирота на груди На красной копейке Что это было? Какие-то голоса Голоса? Я никого не слышала, кроме тебя Хоккейная клюшка? У вас тут что, был каток? Откуда? Мы гоняли на роликах прямо по асфальту Альварес, где ты там? Мы без тебя проигрываем Иду Иду Ща мы им наваляем Ты Уйдешь со мной? Уйдешь со мной? Извини, я побегу Меня зовут Меня зовут Расскажи про своих дедушку с бабушкой Они тебя любили? У деда была техническая жилка Он меня всему научил Он еще всегда такие истории рассказывал Я могла сидеть и часами его слушать А бабушка была взрывная Быстро злилась и моментально остывала А куда они переехали? В Найт Сити? Да, на пару лет Сняли ту квартиру Которая сейчас моя Но этот город они терпеть не могли Переехали потом в Орегон Я их иногда навещаю Поплыли дальше, Джуди Есть, капитан Следуйте за мной Мы здесь ищем что-то конкретное? Нет Просто смотрим, что тут есть Мне почему-то тут очень спокойно Такое чувство, что мы вне времени В каком-то пузыре Еще немного побудем и поплывем дальше Давай посмотрим, что дальше Ага Как раз покажу тебе кое-что Ты не представляешь, как странно Плавать там, где Где ты бегала в детстве Пока вокруг Текла обычная жизнь Да Немного представляю Ха А церковь не изменилась Она всегда была старая И выглядела, как будто ее Забросили к нам с другой планеты И у нее были треснутые колокола Поэтому они звучали довольно жутко Хрипло так Странно Я про них вообще не помнила А сейчас как будто их слышу Не знаю, как это может быть, но Я тоже слышу колокола Да? Ты слышишь мои воспоминания? Наверное, побочный эффект Закрыто Жалко Да погоди Можно поискать какой-нибудь другой вход Я только за Да Тебе нравилось ходить в церковь? Что думаешь, я туда ходила? Я вообще не обращала на нее внимания Стоит себе и стоит Когда мы узнали, что лагуны Бент собираются затопить То все пришли сюда и обсуждали, как этому помешать И чем все кончилось? Сам видишь Я нашел пролом Кажется, через него можно проплыть Угу, жди меня Я сюда однажды забралась, когда никого не было Встала у алтаря и начала представлять, что думает священник, когда смотрит на тех, кто пришел на службу Я не понимала, как у него получается читать мысли и все знать про людей А потом, как заору, мне захотелось послушать эхо И... Тебя не выгнали? Я сама убежала Там было такое эхо, что я чуть не обосралась Подумала, что это голос моей совести Я очень следилась того, что мне нравится одна девчонка Женя Чапло А-а-а-а-а Ви, пожалуйста! Прошу тебя! Ну ёб твою мать! Ты жив! Что случилось? Ты отключился. Как ты смогла меня вытащить? Не знаю, не думала. Как-то не до того было. Осторожно, ну не спеши. Короче говоря, ты спасла мне жизнь. Спасибо. А я говорил, что плавать в ядовитые лужи – плохая идея. Если б меня еще кто слушал. Ядовитые лужи – это твой конструкт? Ты его слышишь? Ну не то, чтобы просто в моей голове появилась мысль, которая была не моя и не совсем твоя. Не обращай внимания на его трюп. У нас сложные машины… Да о чем с тобой говорить? Думаю, тебе пока нельзя садиться за руль. Я тоже подустала. Машину везти не хочется. Может, останемся на ночь? Что думаешь? А почему бы и нет? А чей это все-таки дом? Ты сказала, что знала хозяина. Один наш сосед ни за какие деньги не хотел уезжать из лагуны Бент. Хорошо, полицейские успели его вытащить, пока не пришла вода. Он построил себе домик, чтобы жить поближе к лагуне. Но потом заболел. Тогда вода была гораздо более ядовитая. Да. Ты, наверное, замерз, да? Сейчас сварю кофе. Ты какой пьешь? Просто черный. Как сердце наемника. Ой, забыла включить генерал. Давай я. Тебе сейчас лучше отдохнуть. Я буду очень осторожен. Жалко этих людей, которые из затопленного города. У кочевников много таких историй. И в начале каждый всегда у кого-то отнимают дом. Готово. 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 Джуди. Конечно. Конечно. Ты что-то сказала? Я не расслышал. Что-то случилось? Нет, ничего. Не гони, Джуди. Мы с тобой все еще сонастроены. В облаках все плохо. Гондоны из тигриных когтей отомстили за Хироме. Перестреляли почти всех. Том погиб. Роксана еле выбралась. Дом закрыли и неизвестно, когда откроют. Ни говорить, ни думать об этом не хочу. Я не хотела тебе говорить. Ты бы подумал, что я тебя во всем этом обвиняю. С чего ты взяла, что я бы так подумал? Не знаю. Прости. Давай закроем эту тему. Пойду прилягу. Совсем вымоталась. Пойду. Эта телка меня бесит. Давай сматываться. Только смотри, не разбуди ее. Так не делается, Джонни. Сам вали, если хочешь. Я не оставлю Джуди одну у черта на рогах. Это каким говном надо быть? Я не могу с тобой говорить, когда ты впадаешь в сантименты. Пустая трата времени. Иди лучше спать, а то опять посремся. Пойду. 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 Продолжение следует... Посидишь со мной немного? Я, наконец, сварила тебе кофе. Доброе утро. Знаешь, вчера мне казалось, что я решилась. Я же вообще позвонила, чтобы попрощаться. Город меня переживал. А теперь выплевывает. Какого хера, Джуди? Ты что, реально уезжаешь? У меня был однажды странный разговор с куклой. Мне говорили, что надо сражаться. А я все думал, за что? Сейчас я, наконец, начал понимать. За дружбу, доверие. И ты говоришь мне, что уезжаешь? Ну, мы же с тобой будем общаться. Дай мне руку, Вин. Поздравляю. Вы получаете неограниченный доступ к моей квартире. Во! Хочешь, чтобы я переехал? Смотри сам. Можешь просто приезжать под настроение. Даже не знаю, что сказать. Со мной такое в первый раз. Спасибо за доверие. Береги себя, Ви. То есть, это все? И мы больше не увидимся? Ты же еще буквально минуту назад заменевалась. Нет смысла тянуть. Мне хочется тут еще побыть пару дней. А потом уеду. Я рада, что мы подружились, Ви. Пока. Будешь вспоминать меня? Звони. Пока, Джуди. Редактор субтитров А.Семкин